Вот так с песнями и плясками делегация Одинцовского района отправлялась в Минск, в Беларусь, страну, которая 75 лет назад первая приняла удар врага на себя. Мы едем в Минск посмотреть самый лучший музей победы в Европе и отдать дань уважения нашим советским солдатам. Раннее утро. Беларусь встречает теплом и солнцем. Невероятная чистота, отсутствие пробок и хорошие дороги. Вот визитная карточка Минска. Во время войны немцы разрушили его почти до основания. Лишь 20% зданий выстояло. Город был заново отстроен после войны, поэтому считается совсем молодым. А еще здесь много простора. Улицы не загромождены магазинами, киосками и рекламой. Минск очень зеленый город. Здесь много парков, цветущие каштаны, широкие аллеи, подстриженные газоны. Здесь хочется гулять и наслаждаться жизнью. Мы направляемся в Музей истории Великой Отечественной войны. В нем хранятся свидетельства множества и трагедий белорусского народа. Более 2,5 миллионов. Вот последние данные о потерях Беларуси в годы той страшной войны. Она пострадала больше всех из союзных республик. Сегодня мы с вами столица. Столица замечательного государства Беларуси. Это наши самые близкие братья и сестры. Тоже здесь все пропитано кровью. В Зале Победы на мраморных плитах высечены имена более 2000 героев Советского Союза. Не только белорусов. Потому что победа была общей. Но от имени сердца, от имени жизни повторяю. Вечная слава героям! Личные вещи солдат и офицеров, оружие, военная техника и авиация. Здесь живет подвиг. Экспозиция усилена интерактивными и мультимедийными технологиями. Сцена обороны Минска представлена в виде диорамы. Фашистские самолеты поливают огнем пытающихся покинуть город беженцев. Это один из подлинных экспонатов времен войны. Фляга, с вдавленной в нее человеческой костью. Ее нашли поисковики около деревни Озерница. В июне 1941 года там вела бои 10-я армия Западного фронта. Советского солдата раздавил вражеский танк во время сражения. Немцы взяли Минск всего на шестой день боевых действий. Но в республике развернулось партизанское движение, которое создало оккупантам колоссальные проблемы и по своим масштабам не имело аналогов в Европе. Местные жители поддерживали партизан, помогали им. Многие за это жестоко поплатились. Фашисты не жалели ни стариков, ни детей. Уничтожали целые деревни. Хатынь – это душевная рана и боль всего белорусского народа. В теплый майский день, когда так хочется радоваться жизни, особенно чувствуется весь ужас, с которым столкнулись жители этой маленькой деревни. 149 человек, из них 76 детей, заживо сожгли в деревянном сарае солдаты карательного отряда. Выжили лишь несколько ребятишек и один взрослый. Кузнец Иосиф Каминский, который стал правообразом скульптуры «Непокоренный». На руках он держит своего мертвого сына. Сколько боли в его глазах. 22 марта 1943 года партизаны недалеко от Хатыни напали на немецкую автоколонну. В ней находился высокопоставленный офицер Ганс Вельке, олимпийский чемпион и любимец Гитлера. В ходе перестрелки он погиб. Деревню, жители которой, как считали немцы, помогали партизанам, приговорили к смерти. Символические фундаменты отмечают места, где когда-то стояли дворы, превратившиеся затем в пепелище. На обелисках, выполненных в форме печных троп, выбиты имена. Сегодня души погибших разговаривают с нами языком колоколов. Каждые 26 секунд. Ни на одной карте мира не найти сегодня Хатынь. Она была полностью уничтожена фашистами, так же, как и другие 186 белорусских деревень. В память об этом здесь создали символическое кладбище. На каждой могиле написано имя деревни и района, в котором она находилась. Вязень, грушка. А посередине находится капсула с землей из сожженной деревни. Но жизнь всегда побеждает смерть, и большое количество белорусских деревень смогли восстать из руин. Мы находимся сейчас у стены возрожденных деревень. После войны 433 белорусских деревни, которые были сожжены в годы Второй мировой войны, восстановились. Люди вернулись с фронта, восстановилась мирная жизнь. И вот сейчас мы видим, в виде дерева сделана эта стена. Дерево как символ возрождения, как символ роста, как символ новой жизни. Есть здесь еще одно место, где разрывается сердце. Стена памяти погибших в концлагерях. В каждой нише название и количество жертв. Тысячи и тысячи жизней. Самые крупные лагеря отмечены решетками. Игрушки в память о детях. Вы видите надпись «Красный берег». Червоный по-белорусски – это «Красный берег». Это концлагерь, где уничтожали детей. Шесть концлагерей для детей было на территории Беларуси. И здесь дети до 14 лет в одно место свозились, в лагерь. И у них брали кровь. Почему? Потому что было много немецких солдат, раненых, их нужно было лечить. И кроме того, детей отправляли в саму Германию. И там тоже у них брали кровь. Горь и слезы одинаковы для всех людей. В годы войны погиб каждый четвертый белорус. Огромная цена, которую заплатил этот непокоренный и непобежденный народ. Такое не забывается. От всех жителей Одинцовского района Московской области положить вот эту красивую корзину цветов вот к этим замечательным березам на деревне Хатень. Знак памяти. Минута в молчании. Беларусь освобождали войска 1-го, 2-го и 3-го белорусских фронтов, а также 1-го прибалтийского. Совместная операция «Багратион» началась 23 июня 44-го. 3 июля освободили Минск, 29-го – Брест, ну а дальше уже Европу. Курган славы появился на месте знаменитого минского котла. Здесь попало в окружение более 35 тысяч немцев. Курган насыпали по старинной славянской традиции – всем миром по горсточке земли. В итоге получился холм высотой 35 метров. На его вершину ведет 241 ступенька. Четыре штыка символизируют четыре советских фронта, окруживших фашистскую группировку. Штыки объединяет общее кольцо, на внутренней стороне которого мозаика. А на ней слова. Армии советской, армии освободительницы, слава. Здесь наша делегация сделала привал. Мы ехали в Беларусь, чтобы поклониться местам, которые будут всегда напоминать людям о самой страшной войне в истории человечества. Наша миссия в рамках акции «Салют Победе-2016» была выполнена. И началось знакомство с другой Белоруссией – средневековой. В 120 километрах от Минска расположился город Несвиш. Старинные парки, пруды, замок – все здесь веет многовековой историей. С 16 века Несвиш связан с литовским княжеским родом Радзивиллов. Его могущественных представителей называли некоронованными королями Великого княжества Литовского. Их богатству завидовали европейские монархи. Сейчас в Несвишском замке находится музей. Роскошные восстановленные интерьеры, великолепная мебель, коллекции редчайшего оружия, посуды и картин. Эта семья умела жить на широкую ногу. Женщины из рода Радзивиллов были большие модницы. Платья они заказывали себе в Европе, их шили самые лучшие портные. Но так как в 16 веке еще не изобрели журналов мод, платья женщины выбирали себе по куклам. Им их тоже присылали. Куклы были одеты в миниатюрные копии нарядов. Очень много для развития города и замка сделал Николай Радзивилл-сиротка. Это был очень образованный человек. Он много путешествовал и воплотил в Несвиш же все самое лучшее. Он нанял итальянского архитектора, чтобы перестроить замок в модных европейских тенденциях. Ну а это Станислав Радзивилл, пан Каханку или пан Любимчик. Он очень любил женщин, красиво за ними ухаживал. В свое время он даже пытался добиться расположения княжны Таракановой. Возил ее в Венеции на санях. А так как в Венеции нет снега, он приказал усыпать весь город солью, чтобы княжна чувствовала себя как дома в России. Легенды гласят, что в замке хранились несметные сокровища. Наиболее ценными были фигуры 12 апостолов из золота, серебра и драгоценных камней. Их запрещалось куда-либо вывозить, поэтому хозяева прятали свое богатство в тайниках. Во время войны немцы потратили много сил на поиски клада, но так ничего и не нашли. Есть у Несвишского замка и свое привидение. По ночам, как гласит предание, оно бродит по пустынным залам. Это дух Барбары Радзивилл, жены короля Речи Посполитой Сигизмунда. Считается, что ее отравила мать короля, не желая видеть со своим сыном. Согласно еще одной легенде, Несвишский замок имел несколько подземных ходов. Один из них, длиной в 20 километров, вел в Мерзкий замок. Он тоже принадлежал Радзивиллам и использовался больше как дача. Сколько неразгаданных тайн хранит и это место. Сегодня оба замка включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в мире, и закончилась наша поездка. Уставшие, но одухотворенные, мы отправились в обратную дорогу, надеясь еще когда-нибудь вернуться в эту прекрасную страну. Анна Макарова, Станислав Трейфонов, телекомпания Одинсо.